Всем привет! В общем, как написано, меня Женя зовут. Я, собственно, являюсь фронтенд-разработчиком, нахожусь в офисе Харьков 2. Если кто-то хочет пообщаться, подходите. Сегодня я хотел поговорить о сервер-сайт-рендеринге, потому что тема активно обсуждается на разных конференциях и вообще в каждом практически саммите ее впихивают. Поскольку тесно работаю с React, расскажу именно в данном контексте, но в целом подходы везде одинаковы как для Angular, так и для Vue. Вообще, когда говорят о сервер-сайт-рендеринге, о чем думают в первую очередь? Наверное, это что-то связано с SEO, поиск, в общем, чтобы Google работает. Отчасти это так, но основной причиной, почему мы об этом задумываемся, кроется в следующем. То есть это самый стартовый шаблон React-приложения. Тот минимум, который необходим для его корректной работы. Как видим, здесь есть в целом все метатеги и какой-то стартовый блок с id-шником root и, собственно, скрипт с самим приложением. Но, как видим, он нам говорит ничего, кроме как, что это React-аппликейшн, и у него есть какая-нибудь файв-иконка и, собственно, один только блок. Ясное дело, Google по данным не сможет определить вообще что-либо, и поэтому пройдет мимо данного сайта. Что мы имеем на Angular? На Angular мы имеем то же самое. То есть, собственно, вот у нас основной тег, который говорит о том, что это наше Angular-приложение. Все. Для того, чтобы вообще понять, что мы хотим достичь, я бы рекомендовал начать с того вообще, чтобы понять, как работает Google Bot. Для большинства кейсов, что он делает? Он кроулит и индексирует. Но ввиду того, что JavaScript у нас набирает все больше и больше оборотов, и, слава богу, уже в 2019 году средний сайт по статистике веб-архива на JavaScript занимает 400 килобайт, что уже не так уж и мало. Требуются дополнительные действия. То есть, что мы имеем? То есть, у нас есть очередь сайтов, которые должны быть закровлены. Все это происходит через перекрестные ссылки. Дальше Google Bot заходит, переходит по этой ссылке и пытается запроцессить HTML-страницу. Когда он находит какую-нибудь дополнительную ссылку... Ты объяснишь, какой кроулер? Допустим, есть какой-нибудь условный сайт. У него есть ссылка на внешний ресурс. Google, когда заходил на этот сайт, он увидел, что есть вот эта ссылка на внешний ресурс. Он ее себе запомнил, поставил ее в очередь. И когда у него достаточно ресурсов для того, чтобы в первую очередь перейти туда, он, собственно, переходит по этой ссылке. Дальше он смотрит HTML-страницу на наличие других ссылок. В свою очередь он еще разбирает файл robots.txt для того, чтобы понять, куда ему можно заходить, куда ему нельзя заходить, что индексировать, что нет. В общем, в целом это так. Но когда дело доходит до JavaScript, большинство сейчас приложений это single-page applications, в которых, собственно, контент загружается динамически или же рисуется посредством фреймворков. Для работы необходимо уже что-то большее. То есть в идеальных условиях он разбирает без JavaScript файл и пытается его как-то проиндексировать. Почему так происходит? Ответ немножко на следующем слайде. В общем, дело в том, что для того, чтобы запроцессировать 400 килобайт данных, нужны ресурсы. Где их взять? У Гугла их, конечно, достаточно. Но, извините, у меня 130 триллионов страниц требуют довольно больших ресурсов. Поэтому они говорят, что сначала мы на страницу заходим, смотрим, что у нее в HTML. А может быть где-то потом, через недельку, мы вернемся на нее опять и попытаемся выполнить на ней JavaScript. Дело все в том, что Google пытается как можно быстрее проиндексировать сайты. Связано это с чем? Допустим, возьмем сайт новостей. Как новость должна попасть в Google поиск? Собственно, она должна быть проиндексирована. Если эта новость to be processed при помощи JavaScript, есть вероятность того, что эта новость попадет только в поиск через неделю. В случае, если же сервера работают медленно и вернут страницу, как указано здесь, Google может вообще ее распознать как впустую и просто пройти мимо. Поэтому стоит вопрос об сервер-сайт рендеринге в рамках SEO-оптимизации. Есть хорошие новости. Дело все в том, что Google уже давным-давно умеет выполнять JavaScript, будучи Google-ботом. Но где-то 7 мая они анонсировали, что Google-бот поддерживает очень много фич JavaScript, таких как ES6. То есть они говорят, что мы уже поддерживаем более тысячи особенностей языка. В связи с этим вам на сайтах нужно предоставлять меньше полифилов, меньше каких-нибудь дополнительных операций делать для того, чтобы Google-бот смог что-то вообще либо выполнить. Но дело все в том, что Google – это же не единственная поисковая система. У нас есть еще Bing, Яндекс, DuckDuckGo, если не ошибаюсь, которые не такие умные, как Google, и у них операционных возможностей меньше. Поэтому те проблемы, которые были условно 4 года назад, они до сих пор актуальны, если вы, конечно, интересуетесь оптимизацией для данных поисковых систем. Еще очень важный момент – это search-медиа-оптимизация, потому что тоже Facebook не имеет Google-бота полноценного, поэтому думайте, как сделать так, чтобы еще в соцсети могли работать с вашим сайтом. Честно скажу, практически в каждой презентации, связанной с SEO-оптимизацией, попадались данные-примеры, которые говорят, что для того, чтобы Google смог хорошо проранжировать сайты, у вас должна быть адекватная линка. Что они имеют в виду? То есть это обычный тег A с атрибутом href. Годится также href вместе с онкликом, который делает какие-нибудь свои внутренние переходы при помощи JavaScript, все остальное не годится. То есть, как указано здесь, вот последние четыре ссылки, они не будут никак проиндексированы. То есть есть вероятность того, что, например, если у вас вот здесь идет не на Staff, а на AboutPage, то AboutPage будет пропущена мимо, и все. Нет, нет AboutPage, никто о вас не узнает. Хорошо. Как известно, основные подходы в разработке сейчас специализируются на применении так называемого client-сайт рендеринга. Что оно делает? То есть мы делаем запрос, загружаем базовую HTML-страницу, которую я показал в самом начале, в ней есть ссылка на условный бандл, бандл загружается, и дальше выполняется уже код непосредственно приложения. Что мы видим по таймлайну? То есть у нас есть условный first paint, это когда мы уже увидели критический CSS. Дальше проходит время, когда у нас загружается бандл. Дальше этот бандл еще должен быть пропарсен. И только потом, когда уже выполнится JS, может быть, мы сможем увидеть какой-нибудь first contentful paint. Но ввиду того, что просто рендерингом аппликейшн может не закончиться, еще необходимо время для того, чтобы выполнить дополнительные скрипты. И это еще дополнительные затраты на время до time to interactive, так называемое, когда юзер способен совершить какое-либо действие с сайтом. То есть кликнуть мышкой, получить на нее ответ. То есть данные параметры являются критические в вопросах оптимизации. Вообще, зачем нам нужно рендерить на сервере? Первое, как уже говорил, это performance, как уже говорил, это SEO и загрузка данных. Я думаю, очень многие замечали то, что если особенно при слабом интернете с мобильного устройства, очень длительное время мы видим белую страницу, потом появляется какой-то условный каркас, дальше показывает стаб для загрузки, и еще надо сидеть, наверное, секунд 15 ждать, пока данные загрузятся, для того, чтобы прочитать какую-нибудь статейку. В общем, особенно это касается загрузки с тяжелыми изображениями, когда мне нужен только текст, но, извините меня, мы загружаем еще что-то поверх этого. Поэтому сервер сайт-рендеринг направлен на решение трех данных проблем. Однако, в чем-то мы выигрываем, в чем-то мы и проигрываем. Да, когда мы загружаем сайт, который был сформированной HTML-страницей, мы что-то видим раньше. Но ввиду того, что нам нужно загрузить полный такой толстый HTML-документ, особенно в условиях слабого интернета, время на загрузку первого байта будет увеличено, потому что серверу нужно больше времени, чтобы ответить. Как показывает практика, time-to-interactive остается неизменным, но ввиду того, что с загруженным дом, с загруженным HTML-документом нужно потом еще перестроить дом-дерево, применить дополнительные event-лисенеры, еще выполнить дополнительную логику JavaScript, она зависит от конкретных задач. First input delay, он тоже увеличивается. Поэтому, да, если хотим увидеть что-то раньше, SSR нам годится, если мы хотим оптимизировать поисковые системы, тоже годится, но не всегда это дает тот прирост user experience, который мы на самом деле хотим. Скажите, на данном этапе есть какие-то ко мне вопросы? Что такое SSR? Server-side-rendering, аббревиатура. Супер. То есть, что происходит? Значит, допустим, у нас есть условное приложение, мы хотим получить его HTML-документ не на этапе непосредственно рендеринга, а на этапе непосредственно загрузки. То есть, что это значит? Допустим, у меня есть 10 статей, которые я буду загружать Аяксом с сервера. Но я хочу их увидеть как можно раньше. Еще и так, чтобы эти статьи были прочитаны Google-ботом. Что я делаю? Я формирую HTML-документ на этапе запроса и уже отдаю готовый текст еще до того, как JavaScript был загружен. Мне удалось объяснить. Что касается гидрирования, это непосредственно процесс применения, как to attach event-лисенеров на HTML-элемент, потому что когда вы загружаете HTML-документ с сервера, он-то, конечно, сформированный, но если у нас есть какой-нибудь хендлер на события клика мыши или любого другого юзер-действия, данный HTML-документ не сделает ровным счетом ничего, поэтому его нужно еще дополнительно прогидрировать. Поэтому здесь написано именно, что СССР с гидрацией. Я надеюсь, именно сам термин гидрирования вам понятен, да? Или нет? Мне да, остальным не знаю. Ну, если на данном этапе вопросов нет, я тогда, пожалуй, буду двигаться дальше. Ну, хорошо, когда... Вот вопрос именно к аудитории. Вот скажите, в данных приложениях нам вообще СССР нужен? Это дашборд приложения? Я взял просто какую-то картинку из интернета. Я думаю, что нет. Нет, конечно. Это просто называется, вставляет себе палки в колеса. Все почему? Потому что, во-первых, данное приложение сложное, и оно чисто юзер-специфик. То есть нам их не надо вообще не индексировать. И более того, поскольку у нас очень здесь много какого-то контента, мы даже больше потеряем в производительности, чем могли бы выиграть, если у нас какой-нибудь там поставлен был бы лейзи-лодинг и отложенная загрузка. Поэтому для дашборд приложений СССР мы просто отметаем сразу. Не надо. Не занимайтесь этим. Это самый настоящий оверкилл. Когда ССР хорош, это когда у нас какое-нибудь приложение, которое словно с новостями, оно публичное, его надо быстренько проранжировать. То есть, когда у нас сливая аудитория с мобильными девайсами. То есть в таких случаях, нам лучше бы СССР. Когда статический контент. Вот в большей степени, если статика, то делайте СССР. Если динамически, то применяйте другие подходы. Теперь я бы хотел перейти более к практической части доклада. Как это все работает с React. Некоторое время назад наша команда подумала, что СССР на нашем дашборд приложении это хорошая идея. Все почему? Потому что у нас был условный ластик-серч-поиск внутри. Мы хотели показывать результаты как можно раньше, чтобы улучшить юзер-экспириенс на странице. Собственно, мы начали делать сервер-сайт-рендер приложение уже на существующее. Еще и на TypeScript, на React было написано с GS-ным бэкэндом. И скажу, что получили очень негативный опыт. Дальше мы подумали, что нам надо как-то все-таки с этим жить. И вот сейчас мы пришли к выводу, что в целом мы не так проиграем, если будем собирать приложение динамически. Здесь я показываю, что вот у нас есть на этапе билда, допустим, Create React App приложение мы можем использовать CGS. Что это значит? То есть мы можем получить доступ к Process Environment Variable и рендерить разный HTML контекст в зависимости от Build Environment непосредственно в HTML странице. Дальше что мы можем сделать? То есть мы можем указать условный токен, который мы в будущем захотим заменить. То есть здесь я указал URL, который должен приходить обязательно с сервера. А еще очень важный момент. На нашем проекте мы используем Environment Variable, которые доступны только на этапе рантайма. То есть URL мы не можем получить на этапе билда. У нас Continuous Integration так не настроен. Поэтому создаются некоторые ограничения. И собственно что мы решили сделать? Мы написали токен. Дальше у нас есть Куавский роут, на котором мы говорим, что пожалуйста парень, загрузи индекс HTML из папки Build и замени вот эти токены на стрингифицированные объекты. То есть как видим, если у нас очень большой... То есть первая проблема это мы должны файл синхронно загрузить. Вторая проблема это мы должны как минимум сколько здесь шесть раз мы должны зареплейтить стринги. То есть это довольно дорогостоящая операция. Но в целом она работает и не вызывает каких-либо негативных эмоций, как если работа с сервер-сайт рендерингом непосредственно. Опять же со своей колокольни еще скажу, что прежде чем его ставить пожалуйста хорошо в этом во всем разберитесь. То есть не надо мол а что там делать там всего лишь одно задание точнее одна команда React дома и все само работать. Нет. Оно где-то обязательно сломается и сломается когда вы это не ожидаете. Фиксить это довольно затратно. Как это должно быть в идеале? Хорошо. У нас есть опять же middleware на ноде на которой мы хотим получить доступ к индексовой странице непосредственно React приложения. То есть мы ее пишем JSX и говорим пожалуйста React DOM сервер выполни команду render to string и верни ее в body. То есть как это мы делали изначально. Но происходили некоторые моменты. Первый. Есть разница. У React DOM сервера есть два метода. Render to string и render to static markup. Render to static markup делает то же самое, но только без дополнительных реактовых атрибутов, которые нужны ему для стартапа. То есть это дает выигрыш в килобайтах, но при этом дает проигрыш в некоторой производительности. То есть основное дело сервер сайт рендеринга происходит непосредственно в этой строке. Как показывает практика, если у вас TypeScript приложение на React, но JS на backend, будут проблемы. необходимо делать сервер сайт-рендеринга, то лучше однозначно сделать серверный backend под React тоже на TypeScript, потому что иначе нужно будет очень много мучиться с бабелевскими плагинами. Что мы здесь также делаем? Есть такая радость, называется редакс. Это когда у нас есть стура, но я думаю на это можно долго не останавливаться. Что если мы хотим эту струю получить еще на этапе загрузки основного приложения? Мы ее должны каким-то делом принять. Мы договорились, что у нас монорепозиторий, когда и backend, и фронтендовое приложение, и их еще несколько находятся все в одной репе, то мы можем переиспользовать экшены и редюсеры, которые находятся непосредственно на фронтенд приложении, мы можем их использовать в бэкэнде. Нам это удалось, для того, чтобы нам было легче воспроизводить состояние стора для сервера сайт-рендеринга, мы диспатчили те же самые экшены, которые диспатчат и фронт. Лично считаю, что это хорошая практика, рекомендую ей следовать. В итоге мы получили стор, и когда мы решили отдавать приложение, мы пишем, что вот мы записываем в объект window initial state, стрингифицируем initial state, который находится в объекте стора. То есть в целом, когда загружается приложение в index.html файле, будет уже находиться объект с полными значениями стора. То есть это улучшает юзер экспириенс, потому что вам не нужно делать дополнительные запросы. Для этого уже сразу все получили. Какой есть недостаток? React.dom сервер использует метод renderToString, но он является синхронным. Когда мы его выполняем, мы блокируем event loop. То есть тем самым мы можем запроцессить условно два запроса одновременно за секунду на сервере. То есть для высоконагруженных приложений renderToString уже как-то не очень хорошо работает. Поэтому инженеры из React пришли к альтернативному подходу. Они говорят, ребят, мы вам создали метод renderToNodeString и вы можете возвращать индекс HTML страницу чанками, тем самым улучшая скорость и рендеринга, и загрузки. вообще это дает очень большой прирост. Но есть нюанс. Дело все в том, что нодовский буфер, он хорош для, в общем, данный подход хорош для файлов, у которых больше 16 килобайт. То есть если получился исходный файл меньше 16 килобайт, то выстрелите в себе в ногу. Все. То есть если у вас действительно получается большой файл, то вместо того, чтобы использовать нодовский render to string, лучше использовать render to node string того же объекта react.dom сервер. Какие есть на данном этапе вопросы? Я надеюсь, те, у кого нет вопросов, им понятно. Если нет, то пишите, там будем общаться. Либо же спрашивайте сейчас либо в конце. Хорошо. Что еще есть проблемного? Дело все в том, что гидрирование это тоже ресурсоемкий процесс. Почему? Потому что нам нужно будет пройтись по всему дом-дереву и найти все эти event-лиссенеры и применить их к нужным HTML-элементам. Точнее, к нужным элементам дом-дерева. Что предлагают инженеры из Гугла. Они говорят, поскольку инженеры из Фейсбука пока не пришли к поддержке прогрессивного гидрирования у себя, мы предлагаем такой вот хак. Давайте применим опиху intersection observer и то, что входит в экран, то и будем гидрировать. Все остальное нам не надо. Собственно, они предложили такую реализацию. Они получают child и его гидрируют на тапе маутинга компонента. В целом, применение довольно простое. Мы указали, какой мы компонент хотим использовать. Дальше мы загрузили этот гидратор. Его вставили в GSX и указали, какой компонент нам необходимо залодить. это дает прирост производительности и подход довольно свежий. Когда я ресурчал перед докладом, он появился буквально месяц назад. Поэтому скорее всего оно будет двигаться в том направлении. хорошо. Как можно определить что нам нужно что-то гидрировать или же мы уже что-то прогидрировали и нам это делать не надо. Самый простой подход это получить элемент дерева и определить есть ли у него дети или нет. Если у него есть дети, это значит что мы получили уже сформированный HTML документ и нам его нужно прогидрировать. Если же мы получили тот документ, который я показывал в самом начале, то нам надо полностью выполнить рендеринг приложения. В этом собственно и разница. Как можно основываться на сервис SSR или не SSR? Root has child notes. Очень красивый подход. Мне понравилось. Пришел включить. Хорошо. Начиная с версии React 16 нам стал доступен suspense и loadable. Правильно? Это когда мы можем подгружать компоненты непосредственно динамически. Что это значит? Что у нас есть условный asset manifest file, в котором прописаны все ассеты, но при этом в initial bundle входит далеко не все. В случае, если у нас билд приложения как при client-side рендеринге, мы не имеем никаких проблем. В случае, если у нас SSR, тут начинаются проблемы. почему? Потому что нам не нужно загружать все, правильно? Собственно, loadable с этим и борются. Нам нужно загрузить только то, что нужно на этапе загрузки проекта. И нативной поддержки со стороны React или условного create react-tap ее нет. Поэтому нужно обращаться к дополнительным библиотекам, таким как React loadable. Нам нужно сделать дополнительную махинацию с загрузкой ассетов из ассет манифеста. Подключить библиотеку loadable, которая пройдется по указанному приложению, найдет все эти необходимые чанки. Дальше мы должны сформировать итоговый HTML документ и указать, какие ассеты нам необходимо именно на данном этапе прогрузить. И только когда мы уже документ загрузили, нам нужно дождаться, когда прогрузятся все дополнительные чанки. И только тогда выполнить операцию гидрирования. Это довольно нетривиальный момент. И я скажу, что я на проекте с этим пытался бороться, у меня не получалось. Именно даже из-за того, что мне не получалось загружать ассеты динамически, мне пришлось отказаться даже в целом от СССР и применять абсолютно другие подходы. Те, которые я указал, которые не надо делать. Потому что не было какого-то такого оптимального решения. Сейчас это оптимальное решение. В целом я и нашел, и мне оно нравится, и я бы даже хотел бы его у себя на проекте применить. Опять же, если позволят ресурсы. поэтому еще раз, что нам нужно сделать? Загрузить ассет манифест, указать, какие модули нам нужно загрузить, дальше это все дело вернуть в результирующем HTML. Здесь я в примере это не указал. Хорошо. Как быть, когда у нас клиентский роутинг? Первое, что хочу сказать, это то, что сейчас с best практицем является использованием history API в и для Google бота, и вообще на сервер-сайт рендеринге. С этим уже никаких проблем нет. Что касается уже роутинга реактового, с версии React роутер 4, у них есть браузер роутер и static роутер. В целом это оказалось довольно просто. Нам достаточно просто указать, на какой URL был сделан запрос на сервер. Static роутер получает этот URL. Вгружаем ему контекст. Контекст нужен для того, чтобы определить, был ли у нас еще внутри редирект приложения. Потому что если произошел клиентский редирект, это в контексте должно быть указано, и в дальнейшем необходимо сделать серверный редирект на соответствующий URL. Или же вернуть соответствующий HTTP код. То есть в целом с роутером стало работать довольно просто. раньше приходилось копаться, разбираться, как это работает с редаксовым роутером, это все пытался вставить в стору, и при этом на всех конференциях говорили это bad practice, не надо так делать, от этого отходят. Сейчас видим, что static роутер для СССР это хорошее решение. Хорошо. Что если мы хотим для разных страниц возвращать разные метатеги. Такое бывает, если допустим у нас title мы хотим поменять. Для этого есть библиотека React Helmet, которая перезаписывает сам себя идя по дереву JSX элемента. То есть например как в примере у них непосредственно документация указана у нас есть JSX элемент. Мы говорим что здесь title такой. А дальше в ребенке уже в дочернем элементе мы говорим что нет здесь title должен быть другой. То есть Helmet это поймет и заменит title верхнего уровня на title нижнего уровня. Тем самым мы обеспечиваем поисковую оптимизацию по метатегам и заголовку документа. Как я уже говорил если у вас реактовое приложение UI и у вас JS на бэкэнд проблем не беретесь. есть решение через TS Node наша команда так и делала подключением бабель плагинов и настройкой TS конфига но вечно будут какие-то проблемы что вот вы там используете await а мы await извините не понимаем пожалуйста подключите там такой-то бабель плагин который указан в таком-то еще на ките это очень временно затратно поэтому тоже об этом стоит задуматься. хорошо сейчас становится популярный так называемый джемстэк который перешел на смену минстэку то есть мин это если не ошибаюсь там Mongo JavaScript Node Express и Angular если я правильно понимаю поправьте меня если я не прав сейчас говорят вот нет это прошлый век давайте использовать джем то есть это расшифровывается как JavaScript API и markup что это значит что у нас есть собранный на этапе билда полностью готовый HTML документ с обращением к внешним API и с работой JavaScript то есть мы сейчас говорят давайте полностью откажемся от сервера своего будем обращаться к SaaS например расшарим наши файлы на CDN и будем иметь хороший user experience то есть в целом сейчас уже таких солюх становится все больше и больше то есть например очень популярным является Next.js то есть практически на любой запрос в гугле касательно ищу с сервер сайт рендерингом в реакте они говорят ой ты Next.js мол сам с этим разбирается они знают как с этим работать еще хорошим решением является статический генератор сайтов статик сайт генератор называемый Gatsby то есть что он делает это у нас есть то есть он полностью работает на GraphQL говорят пожалуйста на этапе билда загрузите эти данные с этой API получаем готовый статический HTML документ шарим его в SDN и радуемся жизни то есть понятное дело для дешборд приложений Gatsby уже не сильно это подходит но если это какая-нибудь сайт визитка или обычный статический сайт то Gatsby наверное даже лучше будет чем какой-нибудь старый добрый create react app вместе с сервером и всем остальным что хотелось сказать если вам вы считаете что вам не нужен SSR не делайте перформансов большого он вам вряд ли даст особенно если у вас там скажем нету разницы между тем если документ загрузится на секунду раньше на секунду позже в свою очередь SSR довольно труден в имплементации и более того не рекомендуется начинать SSR прямо с самого начала проекта то есть его лучше применять когда оно уже написано плюс ко всему не рекомендуется делать сервер сайт рендеринг для малых приложений то есть он наоборот рекомендуется делать для больших и при этом опять же не нужно делать SSR на абсолютно все то есть делайте то что вам критично только на те страницы которые должны быть прииндексированы гуглом или же они для юзеров самые важные это я хотел подчеркнуть что касается реакта то есть я провел как овервью вообще того что есть как с этим делать я надеюсь если будут вопросы давайте списываться или задавайте их думаю вопросов мало потому что все рендерится реально на UI обычно и динамические сайты разрабатываются штука достаточно специфичная имеет применение это на мой взгляд согласен особенно если какой-нибудь enterprise продукт для внутренних корпоративных систем на чем большинство все-таки работаем там СССР явно не нужен поэтому наверное вопросов нет ну что хочу сказать то есть перед применением СССР хорошо с этим рекомендую знакомиться прям хорошо если действительно поисковые системы они критичны то может быть даже стоять вопрос о выборе подходящего фреймворка то есть есть вероятность того что вам даже не понадобится кредит react-up вам нужен next.js или же скажем тот же gatsby как у вас нету ни единого внешнего сервиса что что то